В декабре был, когда официальный бизнес-президент России был. Все богатые бизнесмены России там были, все богатые бизнесмены Японии. Я поставил задачу, у нас этот потребительский рынок курирует Минек, совместно с вами, совместно с Минкультурой. Я убедился еще раз, как можно нам работать. Обращаю ваше внимание, кто первым сделает вот такую кухню, такой маломальский ресторанчик или кафе, я готов первый указ подписать и вручить государственную награду за такой ответственный подход. Были мы в разных местах, вот зашли в одежды, да, приехали туристы, устраиваются или хотят покушать, разделись гардероби. Прошли через свои руки, помыли, заходишь, слева кухня, справа кухня. Она остеклена, слева работают повара, справа работают повара. Все видно, с чего они готовят. И какой продукт, с какой сельскохозяйственной продукцией или с морепродуктом подается к столу. Никаких секретов нет. А у нас как? А у нас все закрыто. Мы повара не видим. Если, скажем, повар сюда пригласите, повар придет. Показав стадо не поднимет, продукция откуда не скажет. Но когда мы пошли в такой вот ресторан, просто за счет принимающей стороны, нас выгущали марамарное мясо, это дорогое блюдо. А когда просто еще не успели заказ сделать, официант принес сертификат на этого бычка, до седьмого поколения рассказывал родителям этого бычка, кто его выращивает, сколько метров над уровнем моря, после этого, уважаемые коллеги, там никакие деньги не будешь жалеть, просто будешь выкладывать. Вот я задаю вопрос, видите, в Москве, тоже не знаю. Показав стадо не поднимут, показав стадо, накладные не поднимут, никто не знает. Вот наша задача, вот сделать на примере лучшей практики, японцы любят себя, японцы ценят свои традиции и ряд других вопросов. Поэтому вот я задачу, министр должен работать вместе с городскими властями, если кому-то нужно, где-то какие-то площади, муниципальные, государственные собственности, мы в этой конкурентной среде готовы рассматривать.